Когда клиенты приехали в отделение СВБ банка сегодня в Манхэттене, чтобы забрать свои деньги, менеджеры просто позвонили в полицию. Так что у нас здесь банковская паника, похожая на 1929 год. Это плохой знак для всех нас. Банковская паника начинается в Калифорнии. Ситуация настолько плохая, что Калифорния закрывает отделение американского банка Silicon Valley Bank. Ликвидатором активов банка назначена FDIC. Теперь уже официально Silicon Valley Bank рухнул, не найдя способов привлечь капитал. Только 2-3 банка имеют достаточно средств, чтобы помочь коллеге, но не помогли. Только Илон Маск выразил интерес к покупке рухнувшего банка, но дальше слов в Твиттере это не зашло. Давай сначала обсудим, как это произошло, а затем перейдем к последствиям для банковской системы мира и ФРС США. А меня зовут Богатейший Ди. Если ты здесь впервые, на этом канале мы регулярно делаем обзоры на самые важные события из мира криптовалюты и экономики. Подпишись и поставь лайк, если эта тема тебе интересна. Так ты не пропустишь новые обновления. На прошлой неделе я выпустил несколько видеороликов про банки, в которых показал, что фундамент, на котором сейчас стоят банки, совсем не так хорош, как кажется. Это очень странно, ведь ФРС США проверяет каждый банк, отталкиваясь от их балансовых отчетов, то есть от тех активов, которые у них есть на балансе. Но если все активы токсичны, что тогда происходит? Происходит коллапс банка. Банк терпит неудачу. Еще в январе этого года трейдер-аноним предупреждал, что балансовый отчет Silicon Valley банка – это просто тикающая бомба. И сегодня эта бомба рванула. А теперь посмотри на список банков с наибольшими нереализованными убытками по отношению к общему капиталу. СВБ, как ты видишь, был первым в списке. Его коллапс стал вторым крупнейшим в истории США и первым крупнейшим со времен Великой Рецессии. СВБ даже не смог найти никого, кто бросил бы ему спасательный круг. Ни правительство, ни другой банк никто не захотел с ним связываться. И это может стать началом нового финансового кризиса, того самого, который был в 2008-м. Питер Шиф. Скоро начнется более серьезный финансовый кризис, чем в 2008-м, если ФРС не примет срочных мер, чтобы отсрочить его. Но если ФРС сделает это, нас будет ждать более серьезный кризис доллара США и суверенного долга. И последнее будет гораздо более разрушительным для экономики. Silicon Valley банк публично заявлял о владении активами на сумму 212 миллиардов долларов. Но мы точно не знаем настоящую стоимость этих активов сегодня. Если активы стоят на 20% меньше, банк уже точно не живой, потому что у него депозитные обязательства на сумму в 173 миллиарда долларов. Помни, у банка нет этих денег. 173 миллиарда долларов обязательств перед клиентами – это долг банка. Если банк инвестировал все депозиты в коммерческие ценные бумаги или просто какие-нибудь облигации, что будет, когда ФРС США начнет поднимать процентные ставки? К сожалению, стоимость банковских активов агрессивно начнет падать. Что мы и видим вот на этом графике нереализованных убытков для СВБ. Однако здесь СВБ немножко приврал. Zero Hedge заявляет о том, что кроме всего этого, некоторое количество активов СВБ на сумму в 65 миллиардов долларов были просто-напросто кредитами. И эти кредиты были быстро заморожены, как только банк начал испытывать стресс. То есть от этих 212 миллиардов долларов, о которых заявил Silicon Valley Bank, сразу же можно смело отнимать 65 миллиардов долларов. Что же это значит для широкого рынка? Учитывая, что за день до коллапса СВБ рухнул Silvergate, возникает подозрение. А не наблюдаем ли мы принцип домино? Что ж, в какой-то степени возможно, мы уже его наблюдаем. Ведь 44% стартапов Силиконовой долины сотрудничали с банком СВБ. Это очень много, практически половина. Один из самых крупных стартапов, созданных СВБ, занимается солнечной энергетикой. Называется Sunrun. Что ж, она уже начала рушиться. Теперь эти стартапы, эти 44% стартапов начинают испытывать проблемы один за другим вслед за коллапсом своего банка. Что интересно, это то, что Bloomberg взял интервью у многих глав этих стартапов. Понятное дело, что они обеспокоены, но вот что они сказали. Это очень интересно. Они оставили в банке СВБ каждый до 250 тысяч долларов, а все остальное вывели для оплаты работы своих бизнесов, счетов, топлива и так далее. В чем же заключается проблема? В том, что стартапы, связанные с банком СВБ, теперь могут месяцами не получать свои деньги, хоть и агентство по страхованию депозитов США утверждает обратное. Они даже создали новую структуру. Депозит Insurance National Bank of Santa Clara, в которую перевели все застрахованные вклады из Silicon Valley Bank. Они утверждают, что с понедельника эта структура заработает как обычный банк для людей, у которых менее 250 тысяч долларов на счету. Клиентам, у которых больше, нужно немедленно связаться с FDIC. Им дадут сертификат, с помощью которого во время ликвидации активов Silicon Valley Bank они смогут подавать заявки на получение некоторой части своих незастрахованных депозитов. В чем здесь заключается большой сигнал? Он заключается в том, что из-за этого люди начали сильно беспокоиться про судьбу других банков. First Republic Bank, PacWest Bank Corp, Capital, Revolt и некоторые другие банки уже наблюдают рост активности клиентов в плане вывода средств. Маленькие банки сейчас в большой зоне риска. Ну а теперь мы переходим к ФРС США. Собственно, ФРС и создала эту ситуацию, так активно повышая процентные ставки, тем самым просто обесценивая активы, которыми владеют банки. И чем дольше ФРС США продолжает эту политику, тем больше банков придавливается к земле. Многие из них уже начинают буквально биться за твои депозиты. Я уже показывал тебе этот пример на Credit Suisse, который ради этого даже ставку по депозитам повысили. Но подумай, есть маленький региональный банк, и у него есть клиент с депозитом в 20 миллионов долларов. Этот клиент точно запросит процентную ставку за то, что держит этот депозит в этом банке. И чем большую доходность он просит, тем сильнее давление на банк, чтобы банк отдавал этому клиенту часть денег, которые он берет у ФРС или на рынке Репо. И если ты не получишь этот процент, ты угрожаешь забрать депозит и отнести в другой банк, который предложит тебе доходность получше. Но знаешь, что в этой схеме скрыто от глаз? Что делают банки покрупнее? Они берут твои деньги и кладут их, например, в 4 банка поменьше. Ты задашься вопросом, а может ли 1 четвертая часть активов крупного банка оказаться в беде, если эти 4 мелких банка накроются? Ну конечно же. С ростом такой борьбы за доходность все большее давление идет на банковские доходы. Доходы падают, потому что разница между выручкой банка и расходами банка падает. Поэтому люди хотят инвестировать в акции таких компаний, как Apple. У них огромная маржа и они могут позволить себе пару обвалов в доходах. К сожалению, для банков по большей части это правило не работает, особенно для мелких. Так что же насчет распространения принципа домино после коллапса Сильвергейта и Silicon Valley банка? Это зависит от того, насколько хорошо себя чувствует ФРС США в стрессовых ситуациях. И мы уже увидели сегодня анонс от них, что ФРС США созывает экстренную внеплановую встречу 13 марта 2023 года. Я уверен, она будет посвящена именно этим вопросам. Почему-то пишут, что она будет закрытой, а не публичной. Что же должно произойти 13 марта? По моему мнению, они просто обязаны задуматься над тем, чтобы взять паузу. Вчера вышел отчет про рынок труда и он не показывает безудержную инфляцию. Мы не знаем, каким будет новый отчет индекса потребительских цен, но отчет про рынок труда показывает, что рынок до сих пор не ушел в так называемую спираль заработная плата-цена. Если что, вот что это означает. В которой инфляция раскручивается без остановки. Это означает, что ФРС США может оставить инфляцию в покое. Да, она останется на таком же уровне 6-7% подольше. И это будет не совсем хорошо, но мы можем побыть немного на таком уровне. И мы всегда сможем снова поднимать процентные ставки. Нужно позволить рынку ощутить все отстающие от роста процентной ставки последствия. Не нужно усугублять ситуацию. И, кстати говоря, рынок думает абсолютно так же. Он говорит, пора сделать паузу. Пора, ФРС США. Иначе вас ждет полный развал. Посмотри, рынок действительно ожидает того, что ФРС США переждет самую горячую фазу. Он закладывает пиковую ставку уже на отметке в 5,3%. На прошлой неделе это было 5,5%. Большое падение ожиданий. Рынок даже понижает ожидания от роста процентной ставки 22 марта и ставит больше на 25 базисных пунктов, а не 50. Нужно сделать это. ФРС США нужно взять паузу или развалиться окончательно. Иначе 2008 год может повториться. Об этом, кстати, говорит и Питер Шиф. Финальный вопрос. Насколько токсичны активы других банков? Токсичны ли они так же, как и активы Silicon Valley банка? JP Morgan сообщает о нереализованных убытках в 47,9 миллиардов долларов. Ладно, возможно, это для них не проблема. Возможно, это даже проходит стрессовую проверку ФРС США. Но что если JP Morgan также показывает неправдивые цифры, как это сделал Silicon Valley банк? Вот где мы можем увидеть принцип домино намного больших масштабов. Поэтому сейчас нужно следить не только за действиями ФРС США, но и за тем, что делают банки. Если мы увидим, что еще больше банков будут искать капитал, это красный флаг. Если мы увидим, что ФРС США начнет корректировать ставки, например, на рынке Репо, это будет означать красный флаг, ведь банкам срочно требуется больше ликвидности, чем мы думали. Это все очень важно для того, чтобы отслеживать. И на этом канале я обязательно буду следить за этим и всегда буду рассказывать тебе, если что-то поменяется. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok